Добрый день дорогие друзья, приветствуем вас на стадионе Сетуньпарк, где вот-вот начнется встреча Лиги чемпионов, звучит ее гимн торжественный, думаю всем знакомы первые пассажи этой мелодии. И появляются на поле футболисты, футболисты команд, которые представляют группу А, это парс, который представляет у нас, например, и футболистов Беда, который пожаловал сюда в гости с севера. Очень серьезный соперник и по мнению многих группа смерти, Лиги чемпионов, группа А. Три команды до сих пор имеют шансы, Допренский Бобар, да, не всех шансов потерял, тем не менее. Стояние! 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 Давай-давай-давай! Стояние! Стояние! Да помогите полузащиту, блять! Ничего, хорош, хорош парни, так? Уже спрелся, да. Играет музыка Большая трагедия здесь случилась, но все понимают и без слов. Вот-вот у нас матч начнется для группы А, как он сказал, Баскеда и Шишкин. Я был в этом году, уважаемый любитель. Мы были подробно. В Чик-Почке команды, где чемпион выступали, расскажем. Пауза есть. Начнем мы с хозяев и с субботок. Начнем с парса. Место оборота снимает 15-й номер Сергей Лихоненко. В центре обороны играет Шерстон Вячеслав Киргушин. Слева 4-й номер. Справа 20-й номер Владимир Егоров. Опорный полузащитник Максим Ковальчук. Там команда Ильича Шишкин. Располагает Сергей Лирковов. Центральный полузащитник Максим Ковальчук. Попадающий расположился Олег Кобавенко. 23-й номер. Сергей Фаустов. В таком составе парс. Он сегодня признает. Пять членов. Подробнее, чуть попозже. Данную, собственно, будет. А теперь представитель. Футбольный пункт Беда. Вороты. Верно, посолидай в Акапусу. Играет Ринзюк. Беда по схеме. Три-три-один. Защитник Сверху на патрухе. И последний. Последний. Подбой. 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 Вот. В Ésнете. Абору. О, защитник Сверху на патрухе. Поинтерес. Слава 5-дыха, сару. Сверху. Борь! Впереди? Беда. Первый штрафной в этом матче зарабатывает. Напомню, что играет группа А. Первые и вторые места. Опасно было, но мяч мимо ворот прошел, так как низом его пустил со штрафного, насколько я понимаю. Дмитрий Гурей. И Лихонин, в принципе, все контролировал. Особой опасности не было. Да, занимает у нас команда первую и вторую строчку, соответственно. Выиграли не по два матча, по одному проиграли. Барс проиграл Селтику. Беда же проиграла Бобру. Достаточно неожиданно, так сказать. Но затем реванш взяла. Молее чем убедительный. Маришин хорошо мяч на фланге получил. Первый же пас с Лихонина, но надежный по страховке. Они сыграли и дает арбитр продолжить встречу. Там было нарушение правил, безусловно, но с мячом остались футболисты беды. Поэтому против Алексея Бритовского правила нарушили. Относительно противостоянием двух коллективов беда. В прошлом году также попала в группу Барсов в Лиге Чемпионов. Это была группа Би. В нее входили такие коллективы, как еще усадьба Банна и Динамит. И обе те встречи поросли сухо в плане забитых голов соперника в гостях. То есть беда, приехав к Барсу, прыгала со счетом 3-0. Тогда дубль Александра Панова принес синегран этому победу. А вот на выезде уже беда. Разобралась с Барсом и покрупнее. Шесть безответных мячей тогда влетело в сетку ворот Лихоненко. И я думаю, ты сразу сходу и не вспомнишь, кто так крупно выигрывал у Барса и забивал столько мячей. Я посмотрел и... Выигрывал не вспомнил, но последние шесть мячей Барса забивал. Это был Космос в матче Западной Фермерлегии. Но тогда Барс забил в два раза больше соперника. Поэтому, в принципе, ничего супер страшного тогда не произошло. Хотя, безусловно, наставник команды выражал недовольство игрой своих подопечных в обороне в том матче. И произошли после той встречи некоторые кадровые изменения в Барсе в плане стартового состава. Гораздо чаще стало появляться в центре обороны Куксов. Но вот сегодня, кстати, Александр в запасе играет. И последним защитником играется Неслав Первушин. Да, так вот, в прошлом году, приблизился к счету биды, у нас в КСП выиграли они тогда Барс со счетом 6-1. И также Барс проиграл две встречи Мега Титану. Ну, там забили они, конечно, чуть побольше, по два мяча, а проиграли они с счетами 5-2 и 6-2. Что нередительно, я где-то там в том году было вообще никому, в принципе, не остановить. И поэтому он чемпионом и стал. Не удается сейчас передача у Лихобабенко. Перехватили мяч футболисты беды. Но их атака в самом зародыше задохнулась. Неточную передачу отдал самому партнеру Андрей Тыняный. И потеря мяча последовала. Вновь Барс в атаке. Михаил Меркулов сыграл с Егоровым. Егоров долго выбирал адресат и в результате неточную передачу отдал. Вновь Тыняный с мячом. Ну, и он тоже с мячом быстро расстается. На первых минутах достаточно много врагов в передачах. Но чувствуется, что, во-первых, важность встречи, потому что обе команды явно рассчитывают на победу в сегодняшней игре. И она им необходима для того, чтобы уверенно занимать уже первую позицию. Сейчас команды первое и второе место занимаются ответственно. Третьим идет Селтик, у которого такое же количество очков. Но Селтик два матча проиграл. И как получилось, что они проиграли по одному матчу и Барсу, и Беде. Правда, матч с Бедой есть еще в запасе у Селтика. Там тоже все еще будет очень интересно. Но вот с Барсом уже противостояние у Селтика закончилось. Обменялись команды победами в домашних стенах. Посмотрим, как оно будет у представителей Востока с футболистами с севера. Ну да, то есть если Селтик уже в общей своей службе сыграл четыре матча, но осталось всего два сыграть, как и Бобру, то вот еще один полноценный круг Барсу и Беде будет нужно провести. Вчера Барс у себя в чемпионате в последнюю игру. Он играл с там с контейнером 1-1, а вчера буквально он ни следа не оставил от Балтики и Крылатской. И разобрался с ними со счетом 15-1. До встречи закончилась. А вот здесь гол Лихобаменко навешал на дальнюю штангу и Фаустов головой переправил мяч в ворота. Как-то ему никто так особо и не мешал. И если посмотреть на, в общем, игроков Беды, они все на голову ниже ростом Сергея Фаустова. И поэтому он, конечно же, имеет особое преимущество в верховых дуэлях. И вот спустя 7 минут нашего матча счет открыт. Ну, не говорил бы я, что уж прям все на голову ниже есть в принципе в составе Беды, игроки, обладающие достаточным ростом. Но не оказалось их в тот момент близ Фаустова, чтобы помешать ему, собственно, эту подачу замкнуть. Допустим, Андрей Тиняны точно уж не ниже Фаустова. Да и в принципе центральный защитник практически одного с ним роста. Вот сейчас они рядом на картинке располагаются, но может быть Фаустов на пару-тройку сантиметров чуть повыше. Это Антон Кулагин. На общий взгляд показалось так, что все-таки беда чуть поменьше. Да, возможно, возможно такое. Ну, в составе Барса есть еще более высокорослые игроки. Тоже Михаил Меркулов, такими достаточно серьезными габаритами обладает. Валерий Лихобабенко тоже достаточно высокорослый футболист. Так что угроза при угловых, безусловно, создаваться будет у ворот еды. Нужно им придумать, как эту угрозу нейтрализовывать. Что касается, вот сказал, да, Илья у нас, как у Барса, дела в домашнем чемпионате обстоят. Пока они там уверенно, в принципе, лидируют. Ни одного матча не проиграли. Разделяют первое место с Атлантицем, но имеют матч в запасе. Футболисты Барса. У Атлантина есть поражение как раз-таки от Синегранатова. У Барса пока 8 побед. В домашнем чемпионате здесь нарушение, безусловно. Да, 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 прямой ногой был. И изменяется сейчас перед ним его оппонент, пока не решился, да, предупреждать нынешний орбитр. Хотя вполне и можно было. Да, я тоже думаю, что этот эпизод заслуживал того, чтобы такую грань некую установить. Все вроде в порядке. Встает он и продолжает игру. Ну что, снова дальние передачи. Теперь уже Егоров Фауста выискал, но там меньше поработать не получилось. Так вот, рассказал нас Илья о положении Барса. Здесь, ну, лишний правил. У Беды все не так хорошо в домашнем чемпионате. Потерпели они уже три поражения. Но надо сказать, что проиграли они клубам, которые и будут, собственно, бороться с бедой. А то, что беда будет бороться за самые высокие позиции. Примендовать на, ну, возможно, если не на чемпионство, то на место в Лиге чемпионов. Это уж нам успевать. Два других представителя Севера в Лиге чемпионов. Также еще и Терминатор в Лиге чемпионов, как прошлогодний победитель этого турнира, выступает от Севера. И, что самое любопытное, проиграли молодежному составу Беды в таком мини-дерби с счетом 4-3. Думаю, что очень обидно им было очки потерять со своими, так сказать, со своей молодой порослью. Но из песни слов не выкинешь. Очень принципиальное это противостояние на Севере. И команды не жалеют ни себя, ни соперника в этих играх. Вот в первом матче сегодня этого чемпионата молодежный состав Беды оказался сильнее основного. Да, но, Ежин, надо сказать, что хоть и занимает с девятью с игными матчами Беда шестую строчку, 16 очков они имеют, но там плотность настолько велика, что между первым и девятым местом в северном высшем дивизионе там всего-то разница 5 очков. Поэтому там каждый тур меняет позиции многих команд. Заняли третье место в прошлом сезоне, как раз-таки беда. Замечу, что в прошлом году не смогла беда выйти даже из группы. А лучший результат команды это 1-4 финала в сезоне 13-14. Проиграли они там Терминатору, а вот до этого в сезоне 12-13 добрались снова до 1-4 финала, но уже кубка ЛФЛ, где не смогли пройти империю. И пока что эта стадия является такой, что не получается как-то беде от нее сдвинуться и дальше пройти. У нас очередное нарушение и первая замена в составе Барса. Вместо Фаустова на поле появился Ратников. Стандартная замена в исполнении Дмитрия Смирнова. И Маришин готовится штрафного ударить. Заблокирован его удар. Лихобабенко пытался впадение через себя. Меркулов добавляет. С Ратниковым тут поборолись. Меркулов удар и гол. Ну вот как-то все. Никто не мог ударить никак нормально. Но и вот поднявшись с ног Михаил решил пробить. И нет. А там вариантов у него особо не было. Конечно. Потому что все остальные вокруг его лежали. Да, лежали коллеги. Поэтому он первым сумел встать на ноги, пробил и оказался точным. И уже 2-0. Вперед выходит Барс. Что любопытно, да, в домашних матчах Барс в Лиге Чемпионов постоянно очень быстро завладевает преимуществом. Но, конечно, в этом матче это случилось не так быстро, как в преснопамятном поединке с Селтиком, когда на второй и на третьей минуте два удара Харламова с штрафного практически с одной и той же точки принесли два забитых мяча Барсу. Но игра с Бобром вообще, наверное, выпадает немножко из общего ряда. Да, там случился разгром, который крайне редок в Лиге Чемпионов. Со счетом 10-0 переиграли своего соперника футболисты Барса. Но это было связано во многом с тем, что уже очень большие кадровые проблемы в той игре Бобр испытывал. Четыре или пять футболистов основного состава на матч не смогли прибыть. И большей частью эти игроки представляли группу атаки. Поэтому в атаке Бобр выглядел вообще безумным. Но и развалился коллектив после 5-6 забитых мячей. То есть опустились руки. И Барсу было достаточно легко довести счет до очень разгромного. Но вот поединок с Селтиком очень быстро футболисты Барса преимуществом завладели. Но надо сказать, что затем как-то ввозжи отпустили. И уже Селтик большую часть игрового времени владел таким преимуществом, инициативой. Но больше чем один мяч восточные футболисты провести в ворота Лихонина не смогли. Очень классно в том матче Сергей сыграл, впрочем, как и практически всегда. Но очень много выручал. Пара сейвов действительно ключевыми были, особенно во втором тайме. Да, я думаю, еще относительно команды Боблера. Можно сказать, такая у нас темная лошадка в этой группе. Если у этого коллектива не получится самим из нее выйти, то, я думаю, они могут легко подпортить настроение остальным участникам. Одним уже подпортили. Да, и может эта команда решить, кто выйдет с первого или второго места. Вот беде уже Бобра успел основательно настроение подпортить. Напомню, матч между этими командами, первый матч между этими командами закончился со счетом 3-2 в пользу Бобра. На последней минуте они решающий гол забили. В ответ на матч дома у себя беда взяла реванш, более чем убедительно, со счетом 5-1, но 3 очка уже потерян, их уже не вернуть. И эти 3 очка немногое могут сыграть в борьбе за выход из группы. Если Селтик в втором матче также обыграет Бобар и сможет хотя бы отобрать очки в матче с бедой в очном противостоянии, то тогда у восточных представителей будет больше шансов на то, чтобы выйти из группы при условии, что беда сегодня уступит Барсу. И при условии, что Барс наляжет борьбу с северянам в ответном матче на севере. Если Барс сможет отобрать очки у беды в обеих встречах, то тогда преимущество будет на стороне Селтика, потому что они-то у Барса смогли одну игру выиграть. Ну и вообще пока, да, все достаточно так неясно. Все-таки там у нас на верхних этажах в этой группе, потому что пока по 6 очков три команды имеют, пока, в принципе, шансы достаточно равнозначные. И все зависит только от них. Ну да, и причем от каждой команды здесь ни на кого ничего не свалишь. Все в ногах самих футболистов. Вот о чем ты говорил, Илья, да, в плане повлиять на борьбу. Если так сложится, и вот эти вот три команды, Барс, беда и Селтик, обменяются победами, грубо говоря, в очных встречах. То есть как пока на данный момент оно и происходит, да, Селтик с Барсом уже победами обменялись. У Селтика есть поражение от беды, но есть ответный матч с ними дома, где Селтик может выиграть. У Барса сейчас есть преимущество, безусловно, во встрече с бедой сейчас. Но кто его знает, как сложится на севере, то тогда вот это вот при условии, что и Селтик, и Барса выигрывают три матча у команды Бобр, то тогда вот это вот поражение беды от Бобра, оно и станет тем самым ключевым эпизодом в борьбе за выход из группы. Тогда просто беда займет третье место, и жаловаться им придется только на себя. Ну да. Такие вот у нас склады в этой, конечно же, интересной группе. Успел сейчас Харламов, который, кстати, тоже появился вместо Егорова, успел сейчас почистить зону, там, штрафную площадь, там, успел уже принять мяч, готовился Иван Логинов нанести удар с разворота, но Харламов его опередил. И аут, лишь аут заработали футболисты беды, далеко вбрасывают. Хорошо, здесь вроде бы легко не ты на мяч этот пошел, и если бы... А потом передумал почему-то идти. Передумал, да, а если бы вот достал игрок беды... Если бы ты стал теньяный, то могло бы быть опасно, безусловно. Да, и относительно Андрея, считаю, что в своем домашнем матче в прошлом году он был главным ассистентом, отдал там четыре голевых передачи, и с помощью этого беда тогда смогла обыграть Барса счетом 6-0. Лихонин с мячом в дальнюю передачу от своих ворот вырезает, но здесь надежно играют оборонцы беды. И снова вперед, такой пинк. Он к у нас на поле завязался, пока никто контроль над мячом не устанавливает, и лишь занимается тем, что перебивает мяч с одной половины поля на другую. Да, и баллы за приземление набирает, как в волейболе. Ну вот очередная подача со стороны футболистов беды, если уж пользоваться до конца уже волейбольным сленгом. Вот наконец-таки приземлили они мяч на землю, но опять же ненадолго. Опять Барс очень плотно в прессинге играет, накрывает всех, приходится выбивать мяч в ау. Да, дает результат, и наконец-то мяч уходит. Ну что ж, если Барс хоть пару-тройку атак нормальных организовать сумел, то от беды мы пока вообще никакой опасности не видим. Что касается других матчей Лиги Чемпионов, сегодня все группы у нас сыграют, все задействованы. Наш матч самый первый по времени, самый первый по расписанию и первый по трансляции. Также на сайте LFL TV вы сможете увидеть трансляции еще трех встреч, помимо этой. Одно из них непосредственно с Сетунь Парка. Это вечерний матч, завершающий такая вишенка на торте между Мега Титаном и Терминатором. Очень интересный поединок. Анонсирую вам и сразу же убеждаю этот матч посмотреть, потому что там если Терминатор сегодня проигрывает, то они, пожалуй, все шансы теряют на продолжение борьбы, за группы. Вот так вот Харламов следует забивать, подальше мяч был установлен. Но вот это его такая любимая точка, с которой он стандартно угрожает воротам. Знаешь, мне вот после ряда исполнений Харламовым штрафных появилось ощущение, что у него все точки любимые. Вот он с чужой половины поля буквально практически с любого места может пальнуть. И практически всегда это становится опасно, какая хорошая диагональ. Но первушин здесь поборолся, сыграл на опережении, не позволил принять мяч нападающему беды. И Барс контратаку пытается развернуть. Иль Хабабенко классно увидел Меркулова. Слева. Но назад пришлось отыгрывать. Перекрыты были все адресаты у Михаила. Предпочел он мяч для своей команды с Сахаром. Да, и сейчас рядом с ним двоих футболистов беды с собой он привел. И сейчас они его почему-то оставили без внимания. И если бы прошла сейчас эта передача Куксова на Ратникова, Дмитрий бы уже решал этот эпизод один в один. Кстати, да, появился у нас Александр Куксов. Вышел он вместо Евгения Маришина на поле. И также Казаков заменил Максима Ковальчука. То есть уже все запасные Барса, кроме Смирнова, успели на поле побывать. Смирнов пока не появлялся. И не появится, как возможно не появится, как показывает мне мой коллега Дмитрий Иршов. Но пока да, пока достаточно монолитно действует Первушин, во-первых. А во-вторых, все-таки не будем забывать, что только вот-вот недавно вернулся Барс с Кубка России, где пусть основную свою задачу не выполнил и не завоевал этот трофей, тем не менее был очень близок к этому, ввел в матче финальном против МФЛ Курск. Но два пропущенных мяча стоили Барсу победой и стоили первое место в этой финальной тройке. Хотя достаточно было, насколько я помню, там Барсу и в ничью было сыграть. По разнице мячей тогда бы они первое место занимали, потому что Алик Стройни выиграли гораздо более убедительно, нежели футболисты из Курска. Но никто не может оспаривать победу Курян в этом турнире. Была она завоевана в честном, в очном противостоянии. Кубки России такая у нас немного непривычная система. Ох, как Меркулов сейчас стрелял опасно с левой и над девяткой мяч пролетел. Очень опасно было. Наконец-то Михаил начал боворотом бить. Вчера игра из Балтика два раза пробила, два раза оказался точным. Обычно, как говорит Дмитрий Смирнов, бревает такой стиль, более разыгрывающий, пасующий. То есть до верного самого конца. А футболисты-барсы доводят мяч. И поэтому иногда в таких случаях Михаил Меркулов наберет даже на расстоянии метра два-три от ворот ищет своего партнера. Но здесь же он, конечно, правильно действует и, не думая, бьет по воротам, что тут же угрожает. Вот Евгений Гирько. И снова опасно было сейчас у ворот беды. Я хотел еще рассказать, что такой интересный и непривычный регламент был на Кубке России. То есть там был не финал двух, а финал трех. И была там стадия одна третья, одна шестая. То есть немножечко различаются от стандартных и нам привычных раскладов. То есть даже, получается, не две, а три команды могли Кубок России выиграть. Барс на Кубок, кстати, достаточно серьезно усилился. Я вот на самом Кубке не работал, но матчи смотрел постоянно. И для меня, то есть я не смотрел заявку. И для меня таким достаточно серьезным откровением стал состав, в котором выступали синегранатовые на турнире. Учитывая там присутствие у Розакова, Медведева, Алдонина. Романова. Да, одно только перечисление имен должно было страх нагонять на соперников. Но, как можно понять из интервью Дмитрия Смирнова, которое он после финала Кубка России дал, и которое можете прочитать на сайте lfl.ru, вот этот вот состав, в котором Барс вступал, это практически прообраз сборной России. Как он его назвал, то есть можем мы понять, что большое количество этих футболистов являются основными кандидатами на участие в составе национальной команды. Ну, а такая, можно сказать, сборная Москвы получилась. Всех лучших представителей из разных лиг Дмитрий Смирнов на Кубок России собрал. Ну и мог, конечно, вместе с ними этот Кубок взять, но МФЛ Курск оказался не так прост. Надо сказать, что не один Барс-то усилился. Усиливались Кубка России, я думаю, практически все участники. В составе той же Курской команды можно было видеть игроков, представлявших, допустим, на АЧ-5 России футбольный клуб «Золотой» из Санкт-Петербурга. В составе «Динамо» Саратова играли. Опасно у нас Куксов. И что же Александр делает? Можно было бить, под правой мяч был, но тот решил какую-то скрытую передачу отдать. Она у него не получилась, в результате мяч потерян. Так вот, и «Динамо» Саратов усилилась некоторыми футболистами с Москвы к этому турниру. Да и все, в принципе, команды, они... Все очень слаженно и серьезно к этому Кубку подошли. Все свои составы усилили. И поэтому было за Кубком, конечно же, очень интересно наблюдать. Вот, ну и что, не удалось, да, второй раз подряд Барсу Кубок России взять, что в прошлом году в Пинтере Барс Кубок выиграл, но и двукратным обладателям, два раза подряд, этот Кубок Барсу взять не удалось. Ну что ж, пока Барс в атаке, Лихобабенко слева. Сейчас так Казаков пытался очень тонко сыграть, отыграть пяткой на Фаустова, который там на дальние штанги так притаился. Не дошел мяч до Сергея, опасно очень было. И едва, едва-едва не получилось на ударную позицию Казакова выйти. Но сейчас хороший диагональный перевод от Харламу, а Куксов шикарный удар. Ну и здесь же Гирько, да, мяч. Из предела штрафной не вышел. И вторым своим действием он его в руки зафиксировал. И просит своих партнеров впереди открываться и как-то поувереннее действовать. Потому что совсем он уже у нас к концу первый темп отходит. И за все это время беда ни одного опасного момента у народа Барса и не создала. Просит передачу Куксов вновь на фангеле. Хабабенко ему туда мяч доставляет. Александр обыгрывается с Казаковым. Не очень удобную передачу Константин на Куксов обратно отдал. Ну что, наконец-то чуть-чуть у беды этот мяч получается подержать, но... Совсем чуть-чуть. Да. Ничего. Какие действия к продвижению вперед? У беды не получаются. Тут же практически в центре поля Барса мяч обратно перехватывает и свои атаки начинает. Хоть и скамейка беды, так же состоит из пяти футболистов, но пока что никаких изменений в составе этой команды не было сегодня. Может быть, во втором тайме мы увидим более такой, немного другой состав, который сможет навязать что-нибудь сегодняшнему Барсу. Через Казаков слева дальняя передача на Лихобабенко доходит. Она тут скидывает на Харламова. И Фаустов поднимает руку на дальней штанге, просит он, чтобы ему вот этот мяч забросили. Но другое решение Валерий принимает и в итоге игрокам беды выбили этот мяч в аут. И снова он остался за синий грант. Готовится Харламов сейчас из аута мяч бросить. Заключительные уже 30 секунд первого тайма у нас идут. Скоро команда отправится отдыхать. И пока первый тайм безоговорочным преимуществом все-таки Барс владеет. Беда, сколько бы то ни было опасного момента, то и не создала у ворот Лихобанина. Вот может час что-то будет. Но проигрывает скорости Харламова очень серьезно. Арбитр пытается предъявить претензии к арбитру, игрок беды. Но все это бесполезно. Да и даже с нарушением правил Михаил Сокол действовал. Лихонин выбивал на чужую половину этот мяч и на орбиту. Свисток к окончанию первого тайма дал. Что ж, 2-0. Барса выигрывает вообще без каких-либо проблем, на наш такой взгляд. Из-за того, что в принципе беда, а никакой опасности и остроты пока что у ворот Лихонина не создает. Ну и что ж, проведут сейчас футболисты беды. Разговор. И как-то должны что-то менять, чтобы, может быть, хотя бы одно очко Светуни-Парка забрать. Перед тем, как сыграть ответный матч на Флотск. Да, у беды, безусловно, поражение в этом матче. Поставить их в очень, в крайне неудобную ситуацию. И, ну, не стоит этого допускать. Все-таки стоит приложить действительно сейчас все усилия во втором тайме, чтобы как-то эту ситуацию исправить. Чтобы как-то... Север. Кстати, Динамо тоже в лидирующей группе находится. Там будет матч за 6 очков. Ну и вообще, на севере интрига в этом сезоне очень высока. Там действительно целая группа коллективов, которые очень серьезно претендуют на... Прошу прощения. Которые претендуют на победу. Это и ЦДК, и Гефест, которые мы там уже привыкли видеть. Это и Беда, которая вот у нас сегодня играет. Футбольный клуб Нева. Футбольный клуб... Терминатор. Но Терминатор в этом сезоне не самый лучший футбол. Пока демонстрирует. Империя. Очень амбициозная команда. Ну а на первом месте, достаточно неожиданно для многих, сейчас идет водный стадион. Команда, которая всегда была таким крепким середняком. Особо звезд с неба в год не хватало. Но вот в этом сезоне начали они за здравие. Ну и посмотрим, как дальше случится. Но надо сказать, что пока что не так много матчей на севере было проведено. По-моему, всего лишь около... Девять туров. Девять туров, да. Провели. Футболисты. И только начинается и разгорается страсти. Ну а после... Так же, после двух матчей Барса с бедой, последний, они проведут на вести с Бубром. Ну а вот уже в среду, в День народного единства, сыграют они с футбольным клубом сотрудников прокуратуры чемпионата. Что ж, беда здесь опасно атакует. И Лихонин, выйдя из пород, свою команду спасает. Упустили здесь футболисты. Барса, игрока беды. И что ж, наконец-то его первый опасный момент в этом матче. Беда спустя 33 минуты создает. Что ж, как-то... Владимир Егоров этот матч... Мяч в своей штрафной площади нормально выбить. Остается он с бедой. Здесь передача. Адреса-то не доходит. Лихонин ее перехватывает. Сохраняет за собой мяч. Поталкивали его в спину. А вот здесь уже и Маришин правило нарушает. Быстро разыграли футболисты беды этот штрафной. Но стараются, стараются они, да, перейти в наступление. Но пока мало что получается. Барс очень надежно сейчас действует в троне. Какой классный пас Лихобабенко. Там два футболиста на газоне. Но игра не остановлена. Встреча продолжается. Ковальчук до сих пор подняться не может. И выбивает в аут мяч футболисты беды. Думаю, стоит им за это поаплодировать. За такое проявление фэр-плей. Ну, такая вот опасная атака. В целом круге столкнулись футболисты. У коллективов показывает капитан Барса, что все в порядке. Замена ему не нужна. Возвращается он в игру. От этого эпизода он довольно быстро отошел. Вернул футболисты Барса мяч на беде. И та пытается атаковать. Ну что ж, неплохо. Посмотрим сейчас. Вот и здесь уже... Вообще-то фолл, наверное, было здесь. Беда пробьет? Нет. Не побьет. Но видно было, что... Мне кажется, арбитр пожалел. Максим Кувальчук сейчас толкал. Руками достаточно откровенно это делал. Но несмотря на то, что судья рядом находился, решил он свисток не давать. Ну что ж, ну, видим мы, что наконец-то чуть-чуть активизировалась. Беда во втором тайме. И уже хоть что-то начинает опасное у штрафной площади Лихонина придумывать. Лихобабенко пытался пяткой там переправить мяч на Ратникова. Но не получилось этого сделать. Пасперед. С мясом выгрызают там мяч футболиста беды. Три подката подряд. И в итоге мяч остается за Барсом. Ратников. Пробьет он здесь? Нет. Долго-долго подстраивался сейчас Дмитрий. Надо было, конечно же, на второе касание после того, как принял. Тут же, я думаю, какое-то решение принимать. Либо тут же бить. Либо пытаться на дальнюю штангу пас этот отдавать. Но затянул он с этим. И в итоге Гирько уже угол сократил. И после этого углового мяч за Бедой остался. Вот справа фланга. Футболист беды набирает. Там Маричин передачу перехватывает. Барисов пытался быстро мяч до своих партнеров из средней и передней линии вести. Удар головой. Так и Лихонин здесь первым будет, конечно. Опять не получилось. И Егорову из своей штрафной как-то уверенно мяч вынести. И пришлось Сергею в игру вступать. Теперь уже Михаил Меркулов подталкивал спину Борисова. Ну что ж, попал тут мяч в руку Первушину, но судья этот момент оставил без внимания. Запускается тут свеча в центре круга. Сокол там кружил-кружил, выбирал кому бы паса дать. В результате атака закончилась. С ударом Антона Кулагина, центрального защитника беды, но не точно. Оказался он сейчас такой нестандартный для последнего защитника позиции. Я так понимаю, сейчас Кулагин в центр перешел, а последнего защитника Антона Данилюк сейчас играет у беды. Да, ну вот сделали, как мы и говорили, какие-то изменения. Руководство беды, и пока что, ну, в втором тайме команда уж точно выглядит посвежее. Да, уж точно лучше, чем в первом, где беда практически вообще не атаковала, и никакой опасности у ворот соперника не создавала. Можно сказать, как будто 30 минут беда просто разминалась на своей половине, давая не Барсу делать все, что практически они хотели. Ну, а вот во втором тайме они показывают, за счет чего они все-таки в Лигу Чемпионов-то попадают и призовые места в своем чемпионате занимают. Что здесь в центре? Ищет, ищет партнера. Это был Тынян и пробивал по воротам Лихонина, оказался неточным. Ну, что ж, Ратников там хорошую борьбу защитнику беды навязал, но ничего из этого эпизода выжить он не смог. Гирько убивает. Здесь Ковальчук, Налихабабенко, Меркулов будет на этом мяче первым. Вокруг него два футболиста соперника. Что ж, мяч снова за бедой. Решили они вот так вот как-то не разыгрывать со своей половиной, а длинным периодом на Косорукова, который во втором тайме занимает позицию центрального нападающего. На него как-то этот мяч хотят забросить, чтобы он зацепился и, возможно, что-то придумал. И вот снова по парламенту передачи Косоруков удары рядом со штангой. Очень опасно. Ну, что ж, здесь... Пожалуй, первый голевой момент в исполнении беды, я думаю, в этом матче у нас уже... Такой уже ближе, ближе к практически стопроцентному. Здесь над головой. Ковальчук прилетел, не смог он. Хотите... Носил... Ну, я думаю, следует все равно отметить подстраховку Барса, потому что Косорукова активно там все-таки мешали. Да, ну вот уже слева Маришин, здесь мяч и штраф, но и выбивается Меркулов обратно на Лихобабенко. Чуть-чуть успокаивает сейчас Валерий. Игру проходит все-таки Владимир Егоров справа, бьет в ближний угол Гирько здесь на месте. Ну, и не забрали сейчас трое футболистов беды, кто же этот мяч должен взять. И, конечно же, Барс тут же его отобрал себе. И вот уже Фаустов Ау для своей команды зарабатывает. И подталкивали. Здесь Накулагина в спину, беда быстро этот мяч разыгрывает. Снова пас Накулагина слева. Ждет он своего партнера. Сейчас подключается Борисов. Перевод на дальнюю штангу. И там неудачно. Данилюк действует. Не смог он мяч в центр штрафной площади переправить, чтобы хоть кто-то из футболистов беды его эту передачу как-то мог замкнуть. Замена у нас происходит. Ковальчук на скамейку запасных пересаживается. Вместо него Казаков появляется. Зацепится здесь? Нет. Не получается. Соруков здесь зацепится. И остается он за футболистами Барса. Что ж, еще одна замена. Егоров поле покидает. И Харламов вместо него на правом фланге защиты появится. Маришин далеко из-за аута мяч бросает. Лихобабенко верховую борьбу этот мяч выигрывает. И достается мяч соперникам. Все верно. От головы Лихобабенко там мяч пополю покинул. Несмотря на то, что Валерий сигнализировал об инор. Но пересажив никуда. Получилось, конечно, совсем безадресно. Ну что ж, 20 минут у нас в этом матче остается. Хоть и беда. Наконец-таки во втором тайме прибавило. Но пока что прям вот, ну уж, стопроцентного такого вероятного момента для взятия ворот у Биды все-таки нет. Я думаю, чтобы хоть как-то Барс сильнее занервничал. Нужно как бы на скорее беде гол забить. Соглашусь с тобой здесь полностью. Это бы интригу, конечно, так подогрело в этом матче. Не сказать, что ее нет совсем, да. Но, тем не менее, пока все-таки спокойно Барс действует, ведя в счете 2-0. Вот сейчас... Да, и если Барс третье гол забьет, я думаю, вот это интригу. Совсем успокоит. Ну что ж, что ж так вообще действует? Спустя рукава такое ощущение, что беда. Вот сейчас... Ну ошиблись в передаче, но можно же вернуться, побороться. Ну, совсем остановился футболист. И в результате пришлось... Потому что Няна здесь... Ну что ж, хотели тут... Знаете, назначен не будет, но эпизод неоднозначный. Оказалось, здесь Харламов. Кстати, Няна не справлялся и спину его подталкивал. Но... Но судья решил, что все-таки отворот. Что здесь Валстом будет первым мяче? Да, будет. Харламов на дальнюю штангу. Там Лихообаменко в центр. Выигрывает борьбу у Меркулова. И такой удар ножницами. Прыжки от Лихообаменко. Мачтовстыняна вперед на Косорукова. Но снова. Очень много брака в передачах у Беды. Совсем он у них не держится. И могут они только... Ну, буквально 2-3 пасса в центре поля сделать. Как тут же кто-то из футболистов Беды. Или просто до мяча не добегает. И, конечно, Барс мяч себе обратно забирает. И начинает спокойно между друг другом его пасовать. На дальнюю штангу перевод Фаустов. Ну, что ж, пока и все-таки у Барса третий мяч забить не получается. Ну, что ж, а беда как-то этим и пользоваться не хочет. Да, может быть, и хочет. Но не выходит это все. Я думаю, что наверняка желание есть у Беды. Отыграться и попробовать хотя бы ничью вырвать. Но не позволяет просто этого сделать Барс. Не позволяет этого сделать защитники. Это клуба пока не действует. Ну, если не безупречно. Ну, вот здесь сейчас налево дойдет передача. Нет, все-таки успел там Лихообаменко зону свою закрыть. Заходит мяч в штрафную. И тут же из нее входит он спиной. Футболист Беды мяч принимал. И все-таки довели до удара по воротам футболисты Беды. Эту атаку... Дмитрий Гюрей удар по воротам наносил. Но снова не точно. Ну, и совсем не спешит Фаустов с поля уходить. Так пешочком спокойно ушел на замену. И вместо него снова Ратников появился. Ну, и аут. Аут недалеко от ворот. Вот, беды сейчас футболисты Барса разыграют. Маришин готовится мяч в игру ввести. Маришин аут и бросает очень хорошо. Но на этот раз бросил недалеко. Бросил на Ратникова. А Ратникова передача на Лихообаменко не получилась. И нужно беде из-под прессинга выходить. И не удается им этого сделать. Барс снова мяч перехватывает. Снова аут. Хотя, если бы сейчас смогли как-то из обороны выйти, то четырех человек у Барса они могли бы отрезать. И уже бы в большинстве на чужой половине поля находились. Кузаков направо. Аль-Аль-Абабенко тут такой дальний передач. Ратникова искала. Но все-таки немного другого платно, нежели Сергей Фаустов. Николай Ратников у нас игрок. И поэтому немного не понял эту передачу. Никак не может. Беда. Разогнаться. Все, как-то пасы немного в спину. Шешгюрей. Здесь все-таки мяч доходит. Удар будет? Нет. Дэняны слева. Здесь Лихонин. Ближний угол своих ворот закрыл. Выбивает. Со своей половиной. Практически мяч. Харламов. Не просит сейчас. Не вводить мяч в игру. И вот так же не спеша Маришин поле покидает. И вместо него Куксов на левый фланг обороны выйдет. Такую-такую небольшую коробочку здесь сейчас. Футболисты Беды. Ратникова взяли. На нем сфалили. Оказывается, главная орбита, что именно с этой точки нужно мяч вести. Попросили футболисты Барса его вести. По свистку положено расстояние. Арбитр отсчитал. Мяча Харламов с Куксовым. Но я думаю, здесь лучше. Конечно, точка под лево ногу футболиста. Вот так и есть. Тыняна дает точно Гурею. Ну и на этом все. В атаке Барс. Лихобабенко на фланге. Можно передачу отдавать. И едва Меркулов этот мяч не достал. Если бы достал, мог бы замкнуть. Очень опасно эту передачу. Нарушил правила Казаков сейчас. Так хотел попасть в мячу. В итоге попал по сопернику. Судей этот фол небольшой сфиксировал. Что ж, каким-то таким промежутком беда у нас в этом матче включилась. И снова остановилась. Как будто кажется, что уже и смирилась с исходом этой встречи. Что не сможет она. Три очка. Или хотя бы одно. Да, уже про одно сложно говорить. Все-таки никак не удается забить. Что ж тыняна. И накрывает удар Лихобабенко. Пробивал по воротам. Снова. И вот он гол. Вот он гол. Пришел с углового. Пять человек вокруг. Сейчас футболисты беды стояли. Никто. Передачу с углового не перехватил. И беда. Один мяч за 10 минут все-таки ворота барса забивает. Александр Селиванов отличился. Андрей Тыняный угловой этот подавал. И 18 номер беды смог вернуть, так сказать, интригу в эту встречу. Ну да. Ну вот только мы сказали о том, что беда совсем никак себя не проявляет. Как наконец-таки спустя 50 минут этой встречи гола смогла все-таки ворота барса забить. И вот уже на маленький шажок к своей ничье в этом матче приблизилась. Разводит здесь Гирько со своим защитником мяч далеко. И выносит его далеко вперед. Снова на Селиванова. Тот мяч принял. Хорошо, хоть и Перушин прямо буквально-таки на спине его. Ну здесь сфалил, конечно, Харламов на гряки беды. И снова там мяч в руку попал. Но, как мне показалось, там действительно рука была у футболиста барса. Но арбитр это без внимания оставил. Ну да, я думаю, сейчас на повторе. Ну, Евгений, сейчас глянешь и более точно скажешь нам, был ли там пи***ть. Ну что ж, вот и немножко страсти. В этом матче закипели. Наконец-то беда хоть один гол отыграла. И поэтому какая-то опасность наконец-то начала появляться. Пал мяч действительно в руку. Рука была не в естественном положении. И мне кажется, что арбитр опять упустил этот момент просто-напросто. Из-за его зоны внимания это, так сказать, ушло. И беда имела шанс на пенальти сейчас. А сейчас имеет шанс на то, чтобы пропустить. Куксов догнал мяч. Ну да, что ж, если до этого такие... И гол. Ратников забивает. Совсем одного Куксова справа от Гирько оставили. Никто его не встретил. Делал, что хотел. И спокойно на тальнюю флангу Ратнику этот мяч покатил. И вот, казалось бы, сейчас беда в эту встречу вернется. Так тут же ошиблись они очень серьезно на своем правом фланге защиты. И тут же этим воспользовался. И в пустые ворота Мирзи Ратников буквально-таки практически с мячом зашел. Остановил сейчас передачу на Тынянова от Селиванова Меркулов. Но упустили мяч футболисты Барса. Падение штрафной. Первый уж он здесь свалил. Все-таки быстро решилась беда этот мяч разыграть. Удар. И недалеко от ближнего угла он проходит. Этот мяч, но там все контролировал Лихонин. Да, хотел он был этот мяч в руки взять, но хорошо чувствует ворота за своей спиной Сергей. И вовремя. Это сейчас, да, боковую линию. Ну что ж, Ратников, там мяч этот принять не удалось. Ну и беда снова. Барсу этот мяч вернул. Отбор в центре поля. Пас направо. Ну нет, пока что там защитная линия Барса справляется. Со своими обязанностями. Мяч в штрафной площади. И так нужен партнер, конечно, потому что спиной к ванкам. Классно действует. Орламов один из фланга. Передача не точно на Меркулова. Неудачная передача на Меркулова. Надо было, наверное, чуть-чуть на охоту, а он хотел так. Больше ноги. Теперь уже Таньяной слева. Ну и как-то к нему ни один из партнеров не подключается. И приходится через свою половину поля мяч разыгрывать. Куксов поставит тут корпус. Даже цепляет его немного сзади. По ногам. Появляется на поле вновь вместо Ратникова Фаустов. Разыграл Куксов с Лихонином штрафной. Лихонин мяч в аут. Ну и еще одна замена. Маришин вместо Первушина. А Куксов в центру идет, значит. Ну что ж, да. Весь матч практически без замен. Станислав провел. И вот за пять минут до его конца Дмитрий Смирнов решил его поменять. Хорошая передача направо. Идет атака беды. Будет удар по воротам. Ой-яй-яй. И получается, что выбивает из ворота. Там Лихонин не прыгал. Но там не очень понятно, шел ли мяч в створ все-таки. Мне кажется, наверное, все-таки в нижний угол. Ваурт Лихонин мяч залетал. Ну и получается сейчас в роли защитника. Игрок беды выступил. Это был Антон Кулагин. Фаустов выручает сейчас. Игроку он сыграл и получит желтую карточку. Похоже, мяч там в лицо попадает Гирько. После мощнейшего удара Фаустова. Молодец Гирько. И желтая карточка Фаустову. Да. Хватается Сергей за голову. Как так. Там буквально два метра было до ворот. И мог в любой угол. Сергей мяч посылать. Ну и на высоте, конечно же, Гирько. Пошел мой коллега командам брать после матча интервью. Потому что буквально-таки совсем чуть-чуть у нас в этом матче времени остается. Может быть, сможет. Беда. Второй мяч забить. Ну что ж, зарабатывает они угловой. Один угловой. Им уже во втором тайме пользу принес. Может быть, и второй что-нибудь. Нет. Довольно-таки сильная подача. Я думаю, даже больше похоже на удар. Вот и не, она сейчас проходит. Никто не смог под мяч лететь с такой большой скоростью подстроиться. Лихонин немножко ошибается с выносом от ворот. Беда. Этот мяч практически за собой оставляет. Ну, упускает за ленточку. Кулагин. Этот мяч Фаустов, Маришин на левом фланге разгоняется, но слишком уж не точно оказывается движение Сергея. И поэтому Маришин до этого мяча просто не добежал. Ну и даже в таком вот небольшом эпизоде мяч снова за Барсом остается. и... Ну что ж, чуть-чуть разгоняется. Беда напарывается здесь игрок на Лихобабенко. Куксов этот мяч выносит на Фаустова. Тот А1 действует. Такой пас не глядя на дальнюю штангу ворот Лихонин сейчас у футболистов Барса проходил. Точнее, у футболистов беды. Ну и Маришин успел вернуться, все там прочитать. Что ж, казалось и здесь, нарушали в футболисте правила, в футболисте беды правила, но и вот уже на правом фланге Харламов разгонялся в ближний угол Гирько пробивал, но Гирько в ближний бою сегодня просто не пробивает. Скидывает руки Казаков на дальней штанге, но до него очень долго эта передача доходила, ну а беда уже, думаю, точно смирилась с тем, что даже одно очко в сегодняшнем матче вырвать у Барса они в гостях не смогут. И придется им уже в своих родных стенах на Флотской пытаться три очка в групповом этапе Лиги чемпионов брать. эту встречу выигрывает как-то беда сегодня не очень уверенно действовал первый тайм она вообще из игры выпала во втором на какой-то промежуток включилась и этот промежуток дал результат. за один забитый гол казалось бы интрига вот-вот вернется но Барс тут же все успокоил третий гол Дмитрий Ратников забил и Барс три очка в своих домашних стенах для себя заработал ну что ж а вам я говорю не уходить далеко сегодня также вас ждут трансляции матчей Кубка ЛФЛ это Трансконтейнер Русич и будем завершать сегодня наши трансляции матчем Лиги Чемпионов Мега Титан будет принимать обладателя Трофе на Терминатор Рати